Но были в комиссии те, что придерживались иного мнения. Следовать Георгиевскому трактату, сохранить царство и внутреннее политическое устройство, объединить западную и восточную Грузию в единое государство со статусом вассального государства России. Это было бы самым верным решением. Если бы Россия отнеслась бы к Грузии как к союзнику, а не как к покоренной стране, мы вместе воевали бы против Османской империи, ослабевшей Персии. Ведь этнические грузины правили в Египте и Ираке. Много было грузин и среди турецкой и персидской элиты. Если бы Россия, если бы Россия отнеслась бы к Грузии как к дружественному государству, все грузины стали бы воевать вместе с русскими. И тогда Российская империя выполнила бы и достигла бы свою цель – выйти на Персидский залив и вытеснить британцев из Ближнего Востока. Комиссия выбрала аннексию. 12 сентября 1801 года был подписан манифест. Ну и после принятия решения об упразднике, Картлийского и Кахетинского царства, Александр долго решал, где и каким образом объявить грузинам, что их государство более не должно существовать. И вот через 7 месяцев, в Страстную неделю, 12 апреля 1802 года, вся грузинская знать была приглашена в Сионский собор в Тбилиси. Было объявлено, что их созывают для того, чтобы торжественно вернуть самую священную для грузинского народа реликвию – Крест Святой Нины. Крест был ранее похищен и вывезен в Россию. И вот в праздничных нарядах безоружная грузинская знать направилась в Сионе. Назначенный час все собрались и радостно ждали обретения святыни. Неожиданно появился отряд русских солдат. Солдаты оцепили храм и направили оружие на безоружных людей. После этого был зачитан манифест от 12 сентября. Грузинской знати было приказано принести клятву верности российскому императору. Все, кто отказался или пытался прорвать осаду, были застрелены на месте. В 1803 году я явился ко дворю императора Александра и представил ему свой доклад по поводу дальнейшего устройства Грузии и перспектив русско-грузинских отношений. Я сказал императору, Ваше Величество, перед вами два выбора. Первый. Восстановить царство Картли и Кахети. Не только не мешать, но и способствовать объединению Западной и Восточной Грузии в единое царство. Не запрещать богослужения на грузинском языке. Вместе с объединенными грузинами вы сможете успешно воевать против османов. Вернем вместе и вере отнятые мусульманами земли. Ведь грузины составляют 50% населения всего Кавказа. Даже при самой малочисленной помощи русских войск грузины смогут завоевать всю Персию. К русско-грузинскому воинству присоединятся даже и порабощенные греки, болгары, румыны, сербы. Велика вероятность, что к нам присоединятся и грузинские мамилюки, правители Египта, Сирии, Палестины и Ирака. И тогда российская империя сможет положить конец господству Османской империи. Но есть и другой путь. Есть и другой путь. Упразднить все грузинские царства и княжества, искоренить грузинский язык и судебную систему, запретить богослужение на грузинском языке и провести политику русификации Грузии. В таком случае все достойные грузины станут вашими врагами. Грузины не будут служить в русской армии и в полиции. Более того, вам придется держать в Грузии большую армию и огромный штат полиции. Я уж не говорю о той крови, которая прольется на подавление грузинского восстания. Второй вариант вам обойдется намного дороже. Еще никому неизвестно, чем все это кончится. Грузия вынесла все. Четырехсотлетние господства арабов, нашествия монголов, персов, торг. Выдержит она и Россию. Эта отчаянная попытка Соломона Леонидзе закончилась тем, что его посадили в астраханскую тюрьму. Под личное наблюдение Павла Цицианова. Кара Господня падет на каждого, кто не хочет понимать, что собирание земель русских – это предопределено свыше. Это Божья воля. Я был лишь одним из смиренных ее исполнителей. Божья воля была и на то, что в том же 1803 году Соломону Леонидзе удалось бежать из астраханской тюрьмы. Он направился в западную Грузию и возглавил борьбу против захватчиков. В том же году Павел Цицианов арестовал свою двоюродную сестру, последнюю грузинскую царицу Марьян. И вместе со всем царским домом Багратиони переселил их в Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова